Добрый день дорогие друзья! Шаббат шалом! Мы продолжаем наше изучение Торры и сегодня посмотрим из каких материалов построен наш переносной храм Золото, серебро и медь Три вида металла Что касается меди, есть мнение что это бронза, есть мнение что это латунь Есть просто медь называют, вот такие мнения наших мудрецов Что касается шерсти, голубая шерсть, багреница, черница Вот три вида шерсти Голубая шерсть это шерсть покрашенная краской изготовленной из моллюска, из улитки, хеллозон называется Это удивительная вещь Пишется, что для того чтобы получить один грамм краски нужно восемь тысяч моллюсков Это что-то сверх дорогое, дороже золота, это невероятно ценная краска Сейчас моллюск исчез и мы его не видим Есть некоторые считают, что знают из чего получать эту краску и носят такие нити Но большинство людей носят белые нити, которые вставляют этот цвет И не вставляют голубую нить, потому что еще не точно известно, талия это краска, которая сегодня есть, что она из того же моллюска, хеллозон, что говорится в Торе Значит у нас есть пример использования такой вещи Мы знаем с вами, что в четвертой книге Торы есть слова карах И это не кто-то далекий родник, это двоюродный брат Маше Он поднимает восстание против Всевышнего, хочет сменить власть Он был богатым человеком в пустыне, он был казначеем в Египте, самый богатый он был Ну и он понял, что если мы будем жить в пустыне 40 лет То его камни драгоценные, металлы, они просто ему обуза Что такое 40 лет, когда же оно будет пользоваться И он решил сменить власть Так вот он пытается опорочить Маше и Огорона в глазах общественности Он говорит Маше, что если талит весь сделан из нити тхилет Из этой голубой нити Нужно ли ему еще голубую нить управлять? Потому что написано, что будет у вас в этом циците голубая нить Маше говорит, нужно Он на смех поднимает Но самое важное, что он принес такой талит Все были в шоке Люди, если вы принесли из золотых колец кольчугу какую-нибудь Никто бы не удивился Но это было что-то сверх дорогое И у нас в храме тоже есть такие вещи Допустим, есть мантия Это одежда первосвященника Она идет вся из голубой шерсти А по низу идут колокольчики золотые и гранаты из шерсти Так вот, вся она сделана из этой нити тхилет Потом сам храм Его потолок Его завесы Два полога приходят во двор Приходят в шутер Содержат себе эту нить голубую Одежда первосвященника тоже ее содержит Это очень много было изделий Именно покрашенной в краску моллюска Хелозон То есть что-то невероятно дорогое было Потом Если мы берем Багреницу и червеницу Это разные оттенки красного цвета И тоже добывали из панцирей моллюсков Перемалывали Находили в море эти моллюски И перемалывали эти панцири И получали эту краску Потом лен Лен это растительного происхождения И Тора нам в быту запрещает Две эти нити соединять Делать из них ткань Даже нельзя на такой одежде В одежде такой нельзя и ходить И сидеть даже на таком покрывале То есть это тоже Закон Торы Выше нашего понимания Хукин Выше нашего понимания Почему это так? Но Этот закон выполняется Есть специальные люди Которые могут под микроскопом проверить Содержится ли в одежде Вместе шерстелен Потому что то, что нам Всевышний Предписал в храме Это не значит, что он нам разрешает В быту делать Мы не знаем значение этого всего Но так Всевышний нам сказал Был такой Равинт Стайплер Так он С войны вернулся И нехорошо он видел Так Ему Нашли невесту И он к ней ехал Но он четко выполнял эту заповедь Не смешивать Шерсть и лен На такой Одежду не пользоваться Он четко выполняет Едет на поезде И не было билетов В обычном Купе В обычном пласткарте Не было Было только в дорогом Вагоне Ну и он купил Этот дорогой билет И когда он хотел Сесть Смотрит А там Это сидение Сделано Из шерсти Может там Где есть лен Он подозревал Что вдруг Там есть такая Шерсть и лен Вместе И он Простоял всю ночь А он такой Он Тору учил Одну ночь Одну ночь спал Одну Тору Ночь учил Одну спал И получался Перед этим Он Ночь Учил Тору Эту ночь Он должен был спать Он хотел спать в поезде И получается Он не спал Потом он еще Одну ночь Получается Не спал Следующий учил Тору И потом пристал Перед своей невестой И когда он подошел Он упал И говорит Кого же вы мне Женихи предлагаете Он же полностью больной И когда он Пришел в себя Он все объяснил И потом женился Все нормально Но факт то Что человек жестко Соблюдал Вот этот закон Не смешивать Шерсть со льном Потом у нас Идет Камни Камни Ониксы И другие Драгоценные камни То есть у нас На погонах Первосвященника Идут два Камни оникса И один Камни оникс У нас идет В нагруднике Первосвященника В Хошене И другие Драгоценные камни Потом идет Дерево Шитим Наши мудрители Называют его Акация Или кедр Шитим Точно мы не знаем Какое это дерево Что туда еще идет Значит Это мы разобрали Шкуры Бараньи Покрашенные В красный цвет Это нам нужно Для покрытия Шатра Это третье покрытие У нас идет Шкура Бараньи Окрашенный Красный цвет И шкуры Тахашей Сверху То есть это что-то Красивое Невероятное Говорят что это И не дорог Цветной кожи Говорят что это было Кошерное животное Было только во времена Пустыни И потом оно Исчезло Его нет Всевышний Его специально Дал нам Для того чтобы Использовать его Для построения Храма Больше мы его Не видим Есть имя Человека Которого Зовут Тахаш Это Двоюродный Брат Ицхака Племянника Врагама Сын Нахора Жены Которая Зовут Триума Это можем Почитать Дальше Что у нас Идет Что мы Еще Забыли Золото Серебро Медь Голубая Шерсть Багреница Черница Лен Козья Шерсть Идет Вот еще Одна Шкуры Барани Шкуры Акашей Все мы Перечислили Фактически Ну там Еще есть Масло Для миноры Масло Помазания Вот Это У нас Тоже И Мудрецы Говорят Что Всего Тринадцать Тринадцать Компонентов Тринадцать Материалов С которых Создал Храм Другие Считают Что их Пятнадцать Вот Есть Такие Мнения Тоже По мне Ираши Тринадцать Пластыряной Памяти Что Касается Дерева Откуда Оно Зялось Это Дерево В пустыне Это же Огромные Стволы Надо Было Взять Каждый Ствол У нас Использовался Так Значит Десять Локтей Высота Этого Столба Это Около Пяти Метров А ширина Его 75 Сантиметра Полтора Локтя И толщина И с преданием Мы знаем Что Один Локоть Пятьдесят Сантиметров То есть Это Очень Мощная Балка Так Вот Где Взяли Кедры Наш Протец Яков Был Пророком И Когда Мы Пришли В Египет Он Высадил Эти Деревья Шитим В Египте Когда Мы Уходили Через Двести Десять Лет Это Уже Были Большущие Деревья Мы Собрали И Ушли Вот Оттуда И Отсюда У нас Уже Было Это Дерево В пустыне Вот Так Из Него Мы Строили Храм Наш То Есть Применяется Это Дерево И В Ковчеге И В столе Предложения И В маленьком Жертвеннике И В Большом Жертвеннике И Дерево Это Стены Храма И Это Забор Храма Это Все Из Дерево Покрытого Естественно Золотом Или Серебром Или Золотой Нитью Как На входе В шатер Или Серебряной Нитью Как Столбы Вокруг Двора Это Именно Из Дерева Шатим Идет В Принципе Мы Уже Так Понемножку Разобрали Что К чему У нас Идет Еще У нас Есть Умывальник Который Находится Между Шатром Откровения И Жертвенником Большим Во дворе Без него Тоже Невозможно Он идет Серебряный И Зеркал Женщин Которые Там Скопились Там Сейчас Это У нас Нет Это Было Медное Зеркала Были Медные То есть Они Пожалели Свои Зеркала Женщины И Сдали Для того Чтобы Сделать Вот Умывальник Без него Невозможно Тоже Зайти В Храм Оно Не учтено В то Количество Серебра Которое Мы Собрали На Строительство Храма Это Было Дополнительное Серебро Вот Так На Сегодня Наш Урок Заканчивается Урок Был Дан За Поднятие Души Павел Бен Берта Бен Сэрель Сэмил Бен Герш Памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Яков Бен Григорий Здоров Светлана Бен Бен Ефим Бен Эстер Двора Бен Моисей Бен Ева Ирина Бен Бен Раица Инесса Бат Моэль Евгений Бен Берта Евгения Бен 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 Ольга Бен Светлана Йосиф Дам Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Моисей Бен Бит Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Лен Бер Клара Рафаэль Бен Клара Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Вим Бен Сони Моя Бат Фаина Ген Ген Бен Ольга Гая Бат Бат Вад Маз Маз Барас Сгул Элина Ах Арон Ребен Ури Шем За хороший дух Арон Арибин, Двор, Радис, Бен Ахум, Вигаль, Бацара, Ханна, Батаврагам, Рафаэль, Ариолей, Бен Лариса. Парасай, Брюк, Владимир, Бен Рая, Моша, Бен Маня, Марина, Бат Рая, Анна, Бат Александра, Борис, Бен Марина, Алексей, Бен Наталья, всего хорошего Олегу Марсенко. Всем браха, параса, каманам мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, всем шабад шалом и пусть срочно закончится эта страшная война. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч, надеюсь, что состоится Йом Ришон в 15 часов. Шалом!